Привет, с вами Сойер. Сегодня инноваций в области образования так много, что выбор между курсами, стартапами и планами становится таким сложным, что новичок просто теряется. Но если бы меня спросили о том, что является золотым стандартом самообразования сегодня, то я остановился бы на старой доброй формуле. Это книги, статьи, форумы и конференции для общения плюс практика. Как можно больше практики. И под практикой я понимаю не только написание кода, но и чтение и разбор чужого кода. Благо сегодня это не проблема. Благодаря исходным кодам, которые публикуются на гитхаб, каждый новичок может взять хороший качественный проект от именитых разработчиков и буквально разобрать его по слоям, ну то есть по коммитам. И собственно в этом видео я предлагаю этим заняться. Давайте возьмем ангуляр и разберем один конкретный пример написания файла http.ts. Я думаю будет интересно посмотреть, как это делают профессиональные разработчики и подглядеть их профессиональные трюки. Сегодня я решил поговорить про исходники ангуляра и тому есть несколько причин. Во-первых, это все-таки фреймворк и как у любого фреймворка здесь есть архитектура и здесь есть законченная идея. Во-вторых, это все-таки профессиональный и качественный фреймворк, который написан очень легко, понятно и даже красиво. В разработке этого проекта участвуют классные разработчики и команда ангуляра действительно очень-очень впечатляет своими навыками в области написания кода и сегодня мы это увидим. Кстати, сегодня мы будем анализировать файл http.ts. Это http-запросы, которые еще в 2015 году начинал делать Jeff Cross. Мне очень нравится, кстати, его стиль. У него есть свой репозиторий на GitHub и он занимается плюс ко всему консультированием в области разработки программного обеспечения. И, как я уже сказал, я люблю анализировать его исходники, потому что они кажутся мне очень понятными и написанными, что называется, по существу. Поэтому давайте посмотрим именно на его код, правда, потом он перешел к другим людям, но это уже в частности. Для начала давайте разберемся со структурой коммита. Она достаточно интересна. Я говорю о комментарии к коммиту. Он состоит из двух частей. Служебная часть плюс описание по факту, что было изменено. И в служебной части с помощью небольших ключевых слов или сокращений слов указывается, что по смыслу делалось в коммите. Но в данном случае feed это сокращение от фичи. В данном случае была внедрена какая-то функциональность. Refactor это рефакторинг. Docs это написание документации. Fix это, понятно, фиксирование каких-то багов. Ну и есть еще мелкая всякая работа, которая помечается ключевым словом «чо». И здесь нужно отметить, что коммиты делаются по принципу малых шагов. То есть каждый коммит это законченный шаг небольшой, который реализует ту или иную задачу. И если файл был создан 29.04 одним большим куском, то если посмотреть 14.06, то здесь было создано уже три коммита. И каждый коммит это, что называется, законченная мысль. И в этом смысле мы не знаем, сколько реально было на локальной машине сделано коммитов. Они могли быть потом объединены в один. Но в develop ветку сливается только коммит, который является законченной мыслью. И в этом смысле проще искать изменения интересующие и проще отслеживать изменения в проекте. Теперь я предлагаю посмотреть на конкретно содержание коммитов, чтобы понять, как и что делается и как развивался проект. Я использую IntelliJ IDEA, потому что это очень удобный инструмент. Но вы можете взять любой графический инструмент для деталей и смотреть с помощью него историю изменений. Первоначальный коммит очень короткий. И здесь есть несколько важных моментов, на которые я бы хотел обратить внимание. Во-первых, вот этот большой комментарий. Здесь основная идея заключается в том, что этот комментарий одновременно является и пояснением к архитектурным решениям, которые приняты в проекте. То есть, очевидно, до создания вот этого файла была проведена какая-то работа по планированию архитектуры приложения и по планированию конкретно архитектуры данного куска. И для того, чтобы закрепить эту архитектуру, был использован вот этот комментарий. Причем, многие думают, что архитектуру можно закрепить только с помощью каких-то схем, диаграмм и так далее. На самом деле, так же как и алгоритмы, архитектуру можно закреплять в виде псевдокода. И по сути, архитектура это выделение интерфейсов, выделение сущностей, определение взаимодействия между ними. И с помощью псевдокода это сделать достаточно легко. Поэтому здесь мы видим уже конкретно вариант использования HTTP-запросов в рамках компонента. И это архитектурное решение, подчеркиваю. Это решение, которое определяет назначение данного компонента HTTP и которое определяет интерфейс его работы. Это важно. И по сути, мне нравится, что в ангуляре есть подробное комментирование и нравится то, что работа начинается с именно написания вот таких небольших комментариев, которые хорошо поясняют назначение создаваемого кода. Сам код в первоначальном приближении достаточно простой. Во-первых, еще раз, то, что архитектура была изначально продумана, подтверждается наличием класса HTTP. То есть он в данном случае абстрактный класс, который не несет никакой нагрузки, но он создается, потому что, еще раз говорю, это уже было продуманное и принято решение о его создании. Понятное дело, что в будущем он будет уточняться и специфицироваться. Далее создается фабрика. Это фабричный метод. И мне опять же здесь нравится то, что в ангуляре нет фанатичного следования объектно-ориентированной парадигмы. В данном случае фабричный метод – это простая функция, которая достаточно, ну скажем так, хардкорно реализует простейшую фабрику. И понятно, что в первоначальной реализации она сделана чисто с практической точки зрения. Никто здесь никаких особых таких принципов не нарушает, но при этом сделана действительно, что называется, в лоб. Поэтому, с одной стороны, да, такой прагматичный подход, с другой стороны, очевидно, что в таком виде эта функция не может существовать. И наверняка далее мы увидим рефакторинг этой функции. Окей, то есть в первоначальной постановке была решена задача в лоб, была добавлена функциональность HTTP запросов. И более того, она была добавлена, несмотря на то, что это фабричный метод, она была добавлена в одной единственной реализации. Понятное дело, что далее это нужно будет как-то решать. То есть, с одной стороны, здесь возник технический долг по изменению вот этой функции, с другой стороны, на текущем этапе задача была решена. Это интересно и важно. Окей, дальше смотрим второй шаг. Он происходит уже спустя два месяца, и здесь уже идет речь о добавлении HTTP класса. Что происходит здесь? Мы видим, как я и говорил, что наша функция, фабрика, она на самом деле слишком-слишком примитивна и, что или называется, решает задачу в лоб. Поэтому здесь используется рефакторинг, вынесение метода, поддельный метод HTTP request. Опять же, это обычная функция, которая является приватной. И опять же, это не с позиции объектно-ориентированного подхода, это не очень, скажем, грамотно и красиво. Но, тем не менее, с позиции JavaScript это, на мой взгляд, хорошая практика. Окей, вынесли необходимую функциональность, которая реализует запрос. Вот основанием для проведения рефакторинга было то, что эта функция будет многократно использоваться. До того момента, пока функция была определена хардкорно в одном месте и повторно не использовалась, это мало кого его волновало. Здесь, соответственно, реализуются все основные методы HTTP протокола, и они все завязаны на функции HTTP request. Фабрика при этом остается достаточно примитивной. Ничего здесь от фабрики пока нет на самом деле. Окей, видим, что происходит развитие файла. Появляется дополнительный код. Значит, обращаю внимание, что пока на этой стадии никаких комментариев еще не пишется. Переходим дальше. Пошел более глубокий рефакторинг. Добавляют буковку I. То есть идут приведения соглашений о именовании к единому стилю. Тоже нормальный шаг. То есть первоначально никто не заморачивался, а далее взяли и привели к принятым в проекте соглашениям. Так, идем дальше. И вот пошла необходимость в документировании. Скорее всего, этот компонент был готов к тому, чтобы попасть в проект и попасть в документацию. Нужно было закрепить в документации информацию о том, как его использовать. Пошло в документирование. Инлайн документация. Еще хотел бы обратить внимание на то, каким образом этот проект разрабатывается. То есть стандартные циклы. Фича, рефакторинг, документация, фиксы. Фича, рефакторинг, документация, фиксы. Это можно перенять и использовать в своих проектах. Сначала делаем реализацию фичи, минимально работающую. Далее делаем рефакторинг. Далее делаем документацию и фиксим возникшие проблемы, если они возникли. Дальше мы можем отсюда перенять интересную систему именования коммитов. Дальше мы еще раз должны обратить внимание на использование архитектуры. То есть все-таки описание комментариев, они в том числе несут архитектурные решения. Дальше мы должны вынести то, что каждый рефакторинг это законченная мысль. И здесь авторы придерживаются принципа коротких маленьких шагов. И, что называется, прагматичный подход к программированию, когда мы не делаем дублирование кода. Мы делаем оформление кода по, что называется, по необходимости. И при этом придерживаемся самых простых решений. Но при этом у нас должно быть с позиции оформления кода выдержанные, соответственно, те конвенции, которые приняты. И при этом мы должны сосредоточиться на именовании наших переменных. Мы должны сосредоточиться на структуре кода. Мы должны сосредоточиться на использовании паттернов. Но при этом не фанатеть и не пытаться заранее бежать вперед паровоза. Надеюсь, на этом маленьком куске кода вы смогли оценить работу профессионала. Но и если эта тема вам понравится, в будущих видео мы поговорим еще больше о других кусках кода. И более подробно уже будем рассматривать код. Если, опять же, в этом есть необходимость, пишите в комментариях. А на этом все. До свидания. Продолжение следует...